С 20 по 25 июня. Первая кола. Кологодный праздник Купала. Летнее солнцестояние. Ярила возмужал и превратился в мужа-дождь бога, сварога. Зрелость солнца. Третье рождение и имя наречения. Соответствовало имя наречению в 33-летнем возрасте. Суеверие. Все, что загадается, в эту ночь сбывается. Купала – общенародный магический праздник. Очень сильны узы между влюбленными, давшими клятву о помолвке в этот день. В этот день постигаются тайны и исполняются мечты и желания. Утреннее и дневное славление богов. Старейшины и Вов или Ведуня проводят обряд славления всех богов на капище в 9 утра и в 14 дня. Славление проводится своими словами, то, что идет от души. Просят дать наставление для проведения обрядов и силу духа для проведения обряда поиска цветка папоротника. Читает очистительный заговор. Далее заговаривают изготовленные заранее обрядовые требы и волшебные травы. Обряд Маранка. Вымарывание злоб и обид. После утреннего славления старейшины общины обходят все дома, звеня в бубенцы. Собирает народ в соборной избе для проведения обряда Маранка. Маранка проводится до 11 утра. Очистительные ритуалы. Обряды очищения и исцеления. В этот день проводятся основные очистительные обряды, а также обряды исцеления. Обряды проводятся до полудня. Считается, что накануне волшебной ночи нужно полностью очиститься. И ежели войдешь в купальскую ночь с чистыми помыслами и энергиями, то лад и здоровье будет тебе на весь год обеспечены. Плетение венков незамужними. После всех очистительных обрядов незамужние девушки собираются вместе. Собирает охапку из 12 трав. Медвежьего уха, лопуха, полевого мака, васильков, дикой ржи, барвинка, бессмертника, мяты, тысячелистника, любыстка, ромашки и хмеля. Которые ведунья, или ведьма, или старшая веста заговаривают. Потом из этих трав плетут венки. Медвежье ухо – символ послушания и готовности стать хорошей супругой. Лопух притягивает счастье, удачу и благополучие. Маг имеет силу защиты от зла. Васильки – символ скромности, а также здоровья и силы. Рожь – символ готовности стать мамой, символ плодородия. Боровинок – символ красоты. Бессмертник – символ здоровья. Мята – символ решимости стать супругой. Тысячелистник – символом свободной воли. Любысток – символ любви и согласия. Белая ромашка – символ чистоты и невинности. Хмель – символ счастливого супружества. Венки украшают лентами. В зависимости от статуса девушки вяжут на венок ленты определенного цвета. Красные – помолвленные девушки. Обычно еще добавляли знак, чтобы сожженный узнал венок. Вплетали по-особому, добавляя бусины и так далее. Зеленые – свободные девушки на выданье. Желтые – весты, которые готовы вступить в супружество в следующем году. Белые – вдовы. Голубые – невесты необрученные. Черные – невежи, неграмотные. Создание колеса сварога. Пока плетут венки, мужчины изготавливают колесо сварог, олицетворяющее собой новый возрастной этап солнца – мужа, взрослого мужчину сварога. Колесо крепится на высокий шест, затем заговаривается жрецом или волхвом. На капище возжигает первый купальский костер. Возжигать должен волх или же старейший народа – старший мужчина. Затем начинается обряд славления предков и богов. Волхвы прилюдно проводят обряд славления предков и всего рода. Затем по кругу обводят обрядовый хлеб, от которого каждый отламывает маленький кусочек. И, бросая требу в костер, читает «Ешь со мной, пей со мной, будь со мной, Бог мой, предок мой». Затем по кругу обводят братину с квасом или медом – напитком. Остатки выливают в требный костер. По ходу братины каждый читает славление богам и предкам. Затем осыпает всех зерном и хмелем, дабы плодородие и изобилие было у всех присутствующих на обряде. Обряды изменения судьбы во благо и обряды призыва суженных. Волхв или ведунья проводят для желающих обряды на изменение судьбы, на привлечение удачи, благополучия, а также обряд призыва суженных. В этот день также проводятся именречения и посвящения. Мужчин нарекает волхв или старейшина в роду – дедушка, отец, прадед, старший брат или дядя. Женщин нарекает ведунья или старшая женщина в роду – бабушка, мама, прабабушка, старшая сестра, тетя. Рукоповязывание и обручение. На купалу проводятся обручение и рукоповязывание, венчание, помолвки. Если кто-то решил скрепить союз помолвкой, венчанием, на купала, то этот союз считается нерушимым и отказаться от вступления в союз уже нельзя. Поэтому на купала помолвку проводили пары, уверенные в своих чувствах. Обряд обручения – это свадебный обряд, без соблюдения всего круга свадебных обычаев. Такой сокращенный свадебный обряд разрешается только на купала. На купала снимаются многие запреты, касающиеся вступления в супружество. В этот день могли тайно обручиться даже без согласия и благословения родителей. Хотя такие обряды не поощрялись. Да и влюбленные, зная силу родительской поддержки и благословения, не спешили совершать такой обряд и шли на него только в крайнем случае. Также проводились обряды не только свадебного, но и братского рукоповязывания. Если князья заключали такой союз, то он считался нерушимым. Рукоповязывание – обряд становления единым целым. Также проводят обряды включения в род неродичей, приемных детей, названных братьев и сестер и так далее. Обряд возмужания солнца Ярила В этот день становится Ярила-юноша сварогом-мужем. Мужает и взрослеет солнце. Поэтому всем народом собирается и провожает в новую жизнь солнышко. До захода солнца в волх и ведунья нарекают Ярила сварогом. Провозят обряд наречения солнца. Утром же, когда солнце проснется, оно проснется в новом качестве – взрослого мужчины, бога-защитника судьбы сварога. Женский сакральный обряд – купание луны. Постижение женской силы через силу дывы – даны. Ближе к вечеру, но не позднее 20 часов, девушки идут к реке проводить женский сакральный обряд – купание луны. Для этого девушки уходят на дикий пляж, раздеваются догола и заходят в воду по коленам. В наше время допускается купание в купальниках или в нижних рубахах. Число девушек, участвующих в обряде, должно соответствовать числам магического круга – 9, 12, 21 и 40. Если девушек меньше 9, то обряд не проводится. Если больше 40, то идут несколькими группами по обрядовому кругу. Ежели пришло на обряд, например, 10 или 15, или иное, отступающее от магического круга число, то выбираются те девушки, кому необходимо выйти замуж в этом году или родить ребенка. Остальные ожидают на берегу. Возглавляет обряд ведунья или ведьма. Она становится в центре полукруга, образованного девушками, и начинает заговаривать в воду, вращаясь и вращая ее вокруг себя по часовой стрелке. Произноси заговор. Белая лебедушка, да по умной дороженьке, Калатырю камню шла, Ладушкой матушкой долю женскую в крылах несла, Шла, напевала, дыву матушку зазывала, Дыва, водица, всем девам сестрица, Луны соратница, Женских желаний исполнительница, Приди, приди, девушка, Стань ладой матушкой, Принеси всем девам судьбу ладную да счастливую, Награди их красою да косою длинную, Дай супруга доброго да родивого, Дабы судьба сложилась ладная да счастливая, Дай, Далее произносятся имена, кому нужны детки, Деток здоровых, да роды легкие, Слава, дыва матушка! И все девушки при этом выкрикивают, Слава! Поднимает и подбрасывает вместе с ведуньей воду в ладошках, Затем ведунья в роли луны выступает, Присаживается на колени в воду, А девушки обрызгивают ее, Купают со словами «Луна, дывы, сестрица, Примисью водицу, Как луну купаем, Ладу призываем, Исполни желание наше На долю счастливую, На мужа родивого, На деток здоровых, На роды легкие!» Девушки произносят только то, Что именно хотят, Продолжая обливать водицы ведунью, Затем все, Включая девушек на берегу, Берут купаться и резвиться в воде, Считается, Что так они веселят дыву водицу, Юную ладу, И луну сестрицу, А тем девушкам за это, Как подружкам своим, Долюшку хорошую приносят, Затем девушки одеваются И возвращаются к мужчинам, Мужской обряд Складывания купальца, Купальского костра, Постижение мужской силы И воинской яри Через силы сварога. Купалец складывается на поляне Для мирских игрищ На открытой местности. Делается он высокий, Чтобы огонь до небес доставал. Дрова можно заготавливать заранее. Вов или жрец Собирает мужчин, Заговаривает каждого На созидание купальца. После этого иду за дровами И складывает из имеющихся Высокий костер. При этом каждый, Кто складывает костер, Должен держать образ яри Света, В солнечном сплетении. После того, Как купалец сложен, Устраиваются ратные игрища До прихода женщин. После возвращения С женского обряда Купания луны, Женщины танцуют Сакральный обрядовый танец Возле купальца. Основным элементом Этого танца Являются крестообразные Хороводы И элементы Нагнетания энергии К центру. Затем энергию Закручивают в хороводе По салон И выливают на купалец. Возжигание купальца. Как только женщины Закончили танец, Напитали его энергией, Мужчина возжигает купалец. Огонь берется От первого костра С капища Самым сильным И красивым юношей, Который И возжигает купалец. До полуночи Народ Развлекается И прыгает Через костер, Водит хороводы И ручейки. Через костер Прыгают в одиночку Или парами. Перед прыжком Загадывают желание. Считается, Что если прыгнуть С кем-нибудь за руки, При этом Не разомкнуть рук, То будет жить вместе Долго И счастливо. Это касалось Как возлюбленных, Так и друзей И родственников. Названные Братья И сестры И родственники Таким образом Закрепляли Свой союз. Свадьба, Воды и огня. В полночь Совершается Обряд Соединения Огня и воды. Этот Сакральный ритуал Олицетворяет С собой Соединение Мужского И женского Воедином. Мужчины Выжигают От купальца Колесо Солнце Сварога И несут Его к реке. Есть два способа Женить бы воды И огня. Если берега реки Пологии И спуск Плавный, То колесо Заносит на шесте И опускает В воду. Тем самым Проводя обряд Свадьбы Воды и огня. А ежели Берега Крутые И есть возможность Скатить Горящее колесо В воду, То делают Именно так. Качащееся С горы Колесо Олицетворяет Идущие На обыль Дни. Во время Того, Как колесо Погружается В воду, Возносит Славление Слава Сварогу Солнцу, Мужу Сильному, Слава Ладе, В воде Жене. Если в обряде Купания Луны Вода Олицетворяла Дану, Дыву, Юную Ладу, То после Обряда Возмужания Солнца И нарекания Воды Во время Женского Обряда Дыва Взрослела До лады. Пускание Венков Обряды Помолвок. Незамужние Девушки Заходят В реку По колено И опускают В воду Свои Венки. Юноши И неженатые Мужчины Спешат Вниз По течению, Чтобы Выловить Венки. Вылавливать Нужно Аккуратно, Без Суеты. Старается Выбрать Венок По душе И по ровню себе. Для этого Выбирает Венки С соответствующим Цветом Ленты. Выловив Венок, Спешат Найти Его Владелицу. Ежели Мужчина Находит Владелицу Венка И она Ему Нравится, То надевает Венок Ей На голову. Ежели И он Так же Нравится Девушке, То она Перекладывает Венок Ему На голову. Таким Образом Совершается Помолвка Венчание. Те же Незамужние Девушки, Кому не понравился Тот, Кто выловил Венок, По желанию Могли провести Этому мужчине Обряд Благой Судьбы. Для этого Просилось У ведунья Благословения На обряд. И девушка Сама Или при помощи Ведунья Проводила Его. Для этого Нужно было Завести юношу По коленам В воду, Поставить На лунную Дорожку, Положить ему Руки на плечи Со спины, А его Повернуть Ликом к луне И просить Улады Матушке Для него Добрую И латную Супругу. Считалось, Что ежели Девушка Отказала Передать Венок В знак Заимной Симпатии Тому, Кто его Принес, То она Не выйдет Замуж Три года. Поэтому Обряд Благосудьбы Мог уменьшить Этот срок Одиночества До одного Года. Если Девушка Сделала Этот обряд Искренне. Гадание. После всех Обрядов Девушки И женщины Шли гадать. Делали они В ночь Накупала Все способы Предсказания Хороши И отличаются Высокой Точностью. Поиск Цветка Папоротника И разрыв Травы. Согласно Легендам Один раз В год В волшебную Купальскую Ночь Расцветают Волшебные Цветы Папоротника Перунов Огнецвет И разрыв Травы. Разрыв Трава Это Бальзамин Скакун Трава Огонь Трава Клин Трава Разрыв Траву Пытались Найти Кузнецы Воины И кладоискатели Считается Что разрыв Трава Охраняется Двумя Змеями И имеет Волшебные Свойства Отпирает Разрыв Трава Любые Замки Ломает Любое Железо Крошит Вражеские Мечи Для этого Крепили Разрыв Траву На щит Соком Разрыв Травы Можно было Писать По металлу Как чернилами По бумаге Таким образом Считалось Что можно С ее помощью Производить Гравировку По металлу Также Считалось Что разрыв Трава Является Ключом К спрятанному Царь-змеем Богатству Перунов Цвет Перунов Огнецвет Папоротник Перунов Цвет Ищет Чародея Накануне Летнего Солнцестояния Расцветает Папоротник Из центра Куста Показывается Цветная Стрелочка С бутоном Похожим На горящий Уголь А ровно В три утра На мгновение Показывается Огненный Цветок Если его Сорвать Можно Приобрести Способность Видеть Клады Зарытые В земле Понимать Язык Животных Обрести Дар Предвидения Принимать Любой Облик И становиться Невидимым Охотнику За цветком Следует Очертить Вокруг себя Освещенным Ножом Вокруг И дожидаться С полуночи До трех Ночи Цветения Огнецветка Сорвать Сорвать Цветок Папоротника Трудно Так как Лесная Нечисть Этому Всячески Препятствует Окликает Зовет Знакомым Голосом Шумит Отзываться Или Поворачиваться Ни в коем Случае Нельзя Можно Лишиться Жизни Добыв Цветок Нужно Спрятать Его За пазуху И бежать Не оглядываясь Назад Волховские Обряды Накапище До самого Утра Чародеи Проводят Волховские Чудесные Обряды Накапище А также Готовят Зелье Отвары Магические Атрибуты Талисманы И обереги Проводят Магические Обряды Травники Собирают В эту ночь И весь Следующий День Солнцестояние Волшебные Травы Утренний Сбор Росы На восходе Солнца Женщины Идут собирать Волшебную Купальскую Росу Ее собирает Полотенцами Выжимая В кувшин Мокрое Полотенце Сушит И им Обтирается Потом От всех Болезней Росой Омывается Добавляет Росу В воду И омывают Ее дом Как и на Седьмой Укола Чудесы И кудесы Роса В этот день Обладает Чудодейственными Свойствами Это была Глава Из книги Календарь Древнерусских Обрядовых Праздников Автора Лада Ведуни Текст Читала Юлон Стоян Будь Добры Редактор субтитров